Привет, зритель! Мне тут присылали сегодня запрос покушать Я как раз собираюсь сегодня покушать Видимо, это будет завтрак На самом деле, тут уже, по-моему, 2 с чем-то часа Вот я как-то сегодня провалялась, а дофига И даже на меня наехать успели И даже мозг повыносить И вот я только еще ем Вообще, начально хотелось сегодня убраться Несколько дней до этого планировала Именно сегодня убраться, но у меня выходные Как-то так за... Короче, устала я Физически Еще и ноги устали И вообще совсем устала И даже был какой-то период, что я вроде хотела Пожаловаться своему приятелю Понимаю, что я даже не то, чтобы что-то сказать Вообще ничего написать не могу Опустошение такое полное Короче говоря, сейчас я покушаю Потом поеду выбирать себе штанишки леновые Тут телефон держу, да С него управляю И, короче говоря Потом надо мне Павер-банк Подзарядку К телефону Ну, в общем, это зарядное устройство Переносное Тут у нас Фунчхоза Там вообще на самом деле у меня Полтора малюсеньких кустика Так, что он качается Этого самого Моего салата выросшего Зернышка Вот то, что и другое я сажала Забыла, как зовут траву Она еще не выросла Хотела показать Думаю, вот салатик тут А еще у меня тут Банка Коробочка Я их еще не Ну, как бы я их обозревала Но еще не запонтировала Морских животных Так, с вашего счета Сбербанк только что вспомнил Что с моего счета Что-то списалось Вот я деньги со счета На счет перевела Буквально часа три назад А он только еще вспомнил Прочитано Короче, оказывается Это уведомление на этом телефоне Не влияет тут на эту программу Обычно вот на том телефоне Который умер не своей смертью Но как-то вот управлялась Если то всякие уведомления не шли В общем, тут у меня набор Три рыбы На самом деле Это два варианта Кальмара и мидии И вот на днях я тут тоже делала Рисовую лапшу, короче Это у нас бобовая лапша Фунчоуза Презрачная Рисовую лапшу, короче, делала И кот у меня увидел эти мидии И говорит, типа, так, хочу мидию, Лёля Дай мидию Ну, я, короче, давай ему эту мидию Он штук пять, наверное, схомячил Вот сейчас вот такой вокруг меня И у меня в мисочке, там, в коробочке Осталось несколько мидий Я ему открыла эту баночку Ну, так, совсем срезала Думаю, так, чтобы ему удобнее есть было Он так подошел, посмотрел Типа, что на хрен ты мне подсунула Видимо, ему тупо хотелось Вот то, что хозяин есть В общем, тут у нас вот морской коктейль Скажем так С фунчозой Я все пытаюсь найти этот листик Который там за макаронами Но что-то он мне не подцепляется Короче, сейчас я буду есть Что на меня наехали? Я такая вот фря взяла и забыла Про какой-то запрос Который мне аж три раза или четыре напоминали Люди про СМР напоминают чаще, чем вообще Можно представить А тут человек Я еще специально говорю Люди, если я что-то забыла Вот сейчас скажу, если я что-то забыла А вы просили Не стесняйтесь, пожалуйста Напоминайте мне От вас не убоет А я, может, пораньше запишу то, что вы хотите Плюс, если мне делают запрос И я не хочу его снимать То я говорю прямо Не надо мне потом истерить Что вот, может, тебе не хочется Ну, Юля, прошу Пока я тут Пыталась внятно поставить камеру И так даже садилась в другую сторону Чтобы было как-то не темно и видно И так Что-то сейчас иначе стоит У меня они остыли Ну, не так, чтобы совсем остыли Может, еще и потому, что Эти морские животные были в холодильнике И они соленые Так вот У меня плохое настроение Пойду-ка я насру кому-нибудь в камень Вообще-то у меня в рифме было Минут 10 назад Голове крутилось Надо было записать Я сейчас не вспомню И вот я забыла Стишок не вышел И после того, как Во После того, как Смотрите Вот он Не знаю Ну, видно Приближать не надо Камеру Короче Этот Салатик мой Салатик Там еще где-то листик должен На лето Просто я как-то Сыпнула семечки Вот Куда сувала по одному Они такие малюсенькие Оно, в общем Ну, не везде взошло Куда внезапно Ну, сыпнула так На удар Думаю, ну Сыпну Что-нибудь да взойдет Вот второй вылазит Листик И у меня внезапно В одном зашло Штук пять, наверное А что им сейчас Уже неудобно расти Я решила их разрядить Короче У вас плохое настроение Вы приперлись Кому-то поднасрать Не приходите Кому-то поднасрать Потому что Ваше настроение От этого лучше не станет Есть шанс Используйте его Совершенно левому человеку Приходите за хорошим настроением Ко мне Приходите с плохим Но за хорошим Потому что Давно уже заметила По себе Если настраиваешься На плохое То даже солнечный денек Будет хреновым И Не солнечный денек Вон сегодня Не солнечный денек Будет еще более хреновым Даже если Приходишь на мероприятие В библиотеку Какое-нибудь супер веселое И встречаешься с человеком Который тебе интересен Он твой друг Вспомнила просто При Случае жизни Но Настройки Такой Просто Негативный То Ничего хорошего У тебя не будет Конечно Все будет восприниматься Криво После и так далее Человека Зацепила Какая-то Моя фраза И одно время Его понынала Неправильная реальность Потом Что-то Перестала Ее упоминать И вообще Забыла Что был Запрос на нее Потому Я пишу На стене Иногда Типа Люди Вот тут Это Может я что Давно не снимала Вот так Давно не снимала Хавчик на камеру Мне правда Человек Не дал Согласия На то Что его устроит Есть и Говорит Именно на эту Тему На другой стороне Можно же не смотреть Как я ем Сначала Допустим Мне нравятся Такие Типы роликов А только Тупо слушать Вон еще листик Масло Так и течет Там это Полуставить Кривой Вроде не считается Короче Два варианта Как я поняла Плохого настроения Бывают у людей Первый вариант У него Большинство подвидов Это Вы устали Вы не выспались Вам хочется кушать Возможно Вам хочется на воду Практически Для всего Есть выход Ну Для воздуха Выйти на воду Устал Ну Хочется кушать Своять И покушать Устал Или так Вообще Непонятно Сонливость Еще какое-то Тупое настроение Никакое И если вам не хочется При этом на воздух Или допустим Можете Пару часов Прожить без еды Идите спать Я помню Я помню Я общалась С одним чуваком Но по сети Я по большей части Из чуваков Общаюсь У меня по большей части Выходит Программисты Ну или какие-нибудь Там Веб-дизайнеры Он на мою Вот это вот Плакивость Сонливость И усталость И так далее Говорил Поспи Так вот люди Если вы будете Как Лёля Изначально Бракаса А потом все же Поспите Вам вот лучше Организм Так реагирует И он как бы Как у маленьких детей Которые начинают Капризничать Во время Когда им по идее Уже надо спать Они по какой-то причине С родителями Ошиваются В каких-нибудь гостях Допустим Так вот Организм Точно так же реагирует Взрослого человека Когда человек По какой-то причине Забивает на сон На правильный режим Питания Ну вообще На правильный режим жизни И вы становитесь Раздражительными Плоксивыми И вообще Местами Ничего Какое-то Из балона Напоминаете Это все лишь Крик Организма Помощи Говорит Хозяин Я спать хочу Пошли по грехам Хотя бы пару часов Второй вариант Вполне себе Может сопровождаться С этим же самым Но просто поспать И все пройдет Не случится Прожлю где-то так 20 лет С подобной хренью Ну да В этом году Год 20 Как у меня Случилась авария Погибла мама Я попала в ДТП Мне проломила голову Свернула Пару шейных позвонков Сломала руку Зрение упало Ниже плинтуса И я Даже побывала В депрессии Полетилась Что-то там Одно зажило Другое зажило Ну вообще На больничке Два месяца провалялся Тут веревочка Которая Сцепривала Этот Макарошки Я сегодня пыталась Вилкой За эту веревочку Подцепить Чтобы донести До тарелки Но Мне все обратно В кастрюльку Уфигачилось Видимо Не знаю Для чего Эта веревочка Не рассчитана На то Чтобы держать Уже Сухие макароны Она держит Хорошо Мокрая Малёная Смотрю Почему я Фунчоза Назвала Макароны Потому что Для азиатов Это фунчоза Для русских Это макароны В принципе Да Спрагетти Тоже Макароны Так вот Если с вами Случилась Какая-то Такая Трагедия Ну там Что-то Умер Вдруг Внезапно Резко Как-то Не ожидали Попали ДТП И у вас Там Погиб близкий Родственник Как у меня Допустим А вы Такой Еще Типа Подросток Но Иногда И не Подростки Переживают У меня Была Подписчица Которая Ко мне Приезжала Первая Верующая В Лёльку Сейчас Мы с ней Уже Конкретно Так Не общаемся С момента Как Она Узнала Что Я с Ленкой С неделю Я общаюсь По ее Инициативе Не знаю Смотрит она На меня Или нет Ну короче У нее Была Такая Трагедия Личная Она По-моему На пол На год Меня Младше Но Она Переживала Трагедию Очень Тяжело Даже Красило Что Я ролик Записала Как Пережить Смерть Близкого Человека Как-то Так Тут Мне Еще Камин Написали На Тему Типа Вот Хочу С тобой Пообщаться В стриме А я Так Это Что-то Последнее Не Прошлое Воскресенье Вчера Но Как-то Еще У меня Было Не Молчали Люди А Три Воскресенья Подряд Меня Так Разводили На Стрим И Сваливали Ну Типа Ха-ха-ха Это Дура Сейчас Стрим Взял Это Мы Не Я Я Ну Я Так Понимаю Что Некоторые Люди Считают Когда Приводят Блогеру Канал Допустим Ко мне Что Вот у них Проблема Блогер Должен Все Просит И Психологическую Попощь Ну Может Там У населенном Пункте Данного Человека Нет Этого Психолога На самом Ладно Без чьей-то Помощи Никак Короче То Что Я Недавно Обозвала Ну Может Полгода Так Я уж Не знаю Как Первый раз Эту Фразу Использовала Неправильная Реальность Когда Мы Наконец-то Официально Макарошка На руку упала Еще мимо упала Ой Наверное Кто-то Будет Попоболить Что я тут Макарошки Простеряла Да еще Их поднимаю Я уж Несплова Поднимаю Короче Когда мы Официально Уже Оформили Эту квартиру У меня Было Ощущение Такое Знаете Когда Вы смотрите Какой-нибудь Сериал Где Главный Герой У него Все Плохо Плохо И тут Наконец-то В конце Хэппи-энд И вот Так вот Как-то Радуешься За этого Героя Типа Круто Так И думаешь Что в Жене Такое Не бывает Хрень В Жене Такое Бывает У меня Было Точно Такое Ощущение Когда Смотришь Аниме Или Фильм С каким-нибудь Героем Где Все Плохо Все Плохо А потом Все Ништя Типа Добром Быстрее Восстывавало Добром Когда В общем Ну сколько мне там 16-летие Нормально Отметила У меня там Друзья были Но У меня стали Где-то В 16 лет Появляться Такие друзья Интересные Которые Ну есть такие люди Которые Не знаю Эгоисты В самом плохом смысле Или еще что-то Которые Чисто на своем примере Сейчас показываю Не знаю Дойдет Там До этого Человека Что такое Неправильная Реальность Для тех Кому это Интересно Или нет То бишь Как Она Вы в нее Специально Войти Не можете По собственному Желанию Потому что Это происходит Все как бы Спонтанно И без вашего Веда По большей части Я думаю Что это все-таки Сминожек Раз, два, три Четыре, пять Так Не раз, два, три Четыре, пять Шесть Шесть Ну выглядит он Как осьминожек Я буду верить Что это осьминожек Я просто люблю осьминожку Надо было его порезать Конечно То наверное Не культурно Так хомячить Нет у меня О, сопричек Короче Что-то в вашей жизни Случилось Ну такой какой-то Кризис Кто-то умер Вот Какая-нибудь ДТП Как у меня Допустим Да И По идее Человеческий организм Стабильно Какое-то время Прибивает депрессию Потому что это Стресс Шок И все такое И еще ждешь Какой-то поддержки Как в моем случае Допустим У меня там Бабушка и близкие Ну может быть Будем считать Что они тупо Не знали Как реагировать У каждого Не каждый же День подобное Бывает Ну в общем Если бы меня Допустим Как-то поддерживал Близкий человек Который со мной Шивался До Середины Практически Октября 2016 года В прошлой квартире Не внабил там Не пинал Нет Конечно Были моменты Чтобы все С ней хорошо было Может быть До кого-то Она типа Обо мне заботилась И все такое Но до третьей Там было Несколько всего иного Короче Если вам Повезло Так же Как мне То Считайте Что Вам будут Цепляться Всякие Типа Друзья Которым Вы будете Дофига Как интересно Но на самом деле Если вы будете Заниматься Каким-то творчеством То им вообще Будут плевать На ваше творчество Они ни разу Не придут там Или Крайне редко На ваши выступления Или какие-то Ваши тусовки Не будут чисто Вас мимикрировать Им будет удобно Вас использовать Допустим Когда я приезжала Подруга У меня была квартира В Ярике И в Ярике Ножила Она приезжала ко мне Ну к севой бабушке И говорила Типа Лёль Мне надо фен Мне надо вот это Мне надо вот это Мне надо крем Еще что-то И т.д. И я как бы Вот подруга Ей нужна моя помощь Ей нужна я Ей интересно Я к ней бежала Иногда она зависала у меня Достала меня за собой По каким-то Непонятным тусовкам Пыталась меня напоить Зная, что Я не пью Дышала на меня Дышала на меня дымом От сигарет Не только дымом Ну и В какой-то момент Просто не очень Приятно Прошлось По моей маме Которую Она в глаза Никогда не видела Не знала И так далее А еще однажды Мы с ней не сошли В сомнениях А я как бы Свои мысли Знаю, что Возможно Моё Ну человек Допустим Покрасился И человеку По моему мнению Это не идет И знаю, что человек Как бы обидится От этого Я не буду говорить Если меня Специально Не спрашивайте Моё мнение Я не буду Не озвучивать Возможно Это не очень хорошо Но я Как бы Так воспитана И как бы Вежливая Тактичная И все такое На первом плане И возможно Многим кажется Что я могу Посадить Кого-то к себе На шею И как кто-то Слесит ножки И будет все ништяк Я никуда не денусь Но это только До поры до времени Пока Наши интересы Совпадают И если Что-то человек Хочет А этого я не хочу То соответственно Я говорю Нет, я этого не хочу И вот однажды Я и сказала нет И из человека Полилось И так было С многими людьми С той же Ленкой Снегиревой Про которую Вчера в стриме Спрашивали Типа когда же Наши ролики Там с ней будут Никогда Видимо Но если только Она решит Еще раз пропиариться Но по-моему Она и так Неплохо пропиарила За счет нашей ссоры У нее уже И 5 тысяч Подписчиков есть Продолжительность Неправильной реальности В многом зависит С того Кто вас окружает Если вам повезло Так все Как мне В кавычках Человек долго Будет окружать Нелюди Ну и иногда Будут попадаться Действительно Люди Которым Были интересны У меня был товарищ Который Очень хотел Показать Нем Нужить меня Говорит Нет Посылать Людей Он как-то Очень криво Это все Мне показывал Мне Два месяца Ныло Какой-то Ахинея Какой-то Выдумать Совершенной Историей Про самого себя И Фейховую девушку Ну в смысле Не было там никого Про кого он там говорил На третий месяц Он мне сказал Что я Терпел Терпел Я уже сам себя Терпеть не могу У тебя такое терпение Я бы на той месте Давно меня послала А я так ему Типа Если я пошлю человека То уже все Общения не будет Если помню Я хочу научить тебя Говорить Нет Я бы как-то Воспринимала Его по-другому Ну Хороший человек В принципе был Но Как-то криво Это все воспринимал Было несколько людей Мы с ними До сих пор Общаемся И вот Объеделенный период жизни С 16 Ну Допустим До 20 Я были какие-то друзья Потом они Стабильно отваливались Показывали себя Снимали маски Скажем так Я говорила Нет Или я Огручивала Какой Ну Меня спрашивали Отвечала И ответ мой Не нравился Вопрошавшему Что-то было много масла В этой коробочке И начиналось Потоки Словесного дерьма Мой адрес В адрес Мои родни Ну и Попытки Короче Унизить Оскарбить Задать И так далее А я сваливала Просто Были люди Которые Были именно со мной Как познакомились Так и остались И Были те Кто изначально Меня знал Вот как я была До ДТП И какая я потом стала И они как бы Меня поддерживали И спустя Там допустим Четыре года Я с кем-то общалась Кто-то отвалился Я считала По пальцам Ну как-то Вот этот был С этим и общалась Я думала Ой этот человек Все еще со мной Значит он меня не использует Но из этих всех Человеков Которые меня не используют Ну очень мало было На самом деле Людей И вот мы с моей тетей 8 октября Прошлого года Поперлись в деревню А уж не помню Зачем Я хотела По-моему Шиповник собрать Она За грибами В итоге Мы ходили за грибами Потому что Куда я хотела Шиповника не оказалось А время было Так вот До уезда еще В этот же день Я еще Снова стала Общаться С одной девочкой По ее инициативе Но Сейчас мы с ней Не общаемся Она мне задарила На день рождения Передарок На Новый год То что ей подарили И больше мы так с ней Ну один раз Еще лично пересекались Я вообще не понимаю Зачем она возобновила Со мной общение Что она от меня хотела Ну в принципе Ее тоже В каком-то плане Окружает неправильная реальность Единственное Как человек В таком случае реагирует Если он Зазначально добрый И хороший Ну как бы И понимая Что использовать других Ради своей выгоды Ничего при этом Не отдавая взамен Это не есть хорошо То он как бы Ну будет Лохом лёлей Или же Если он вдруг поймет Что вот Использовать других Ради своей выгоды Это очень даже круто Значит это будет Тот человек С которым я Внезапно стала Снова дружить Оно Потом доестся Сейчас я чайку сделаю Прям каша какая-то масляная Ну и когда в вашей жизни Постепенно начинает Что-то меняться В лучшую сторону Спустим как у меня Все-таки Отдельная квартира Вообще раньше Я очень не хотела Жить в отдельной квартире Потом был период Когда я путешествовала И раз в полгода Я отдыхала Просто вот От всего Особенно Бабушке своей И я уже Начала понимать Что я хочу Отдельную квартиру Я даже была готова Снимать комнату Лишь бы от него Подальше жить И Ну как-то Вот само собой Получилось Что я вот здесь Теперь живу В своей квартире Мелочку Пошу Берем пока Тут у меня Другой зеленый Жасминовый чай Не тот Что был на стреле Потом я буду Это Порасматривать Когда Портировать буду Видно там было Мое нижнее Полушарие мозга Видно или нет И Все-таки Не какие-то грязные Я их уляпала Лично Сейчас Когда Допустим Год Вообще Оно Думаю Что не должно Длиться вечно Даже если У вас Близкие Люди ваши Не очень так вот Ну Относится к вам Не так Как надо В подобной ситуации Стрессовой Относиться Допустим Ну Что мне было 16 лет Это 15 с половиной Да По идее Ребенок Потерял маму Сложный период Подросток Как бы Подростки И так-то сами По себе Сложные У них там Все развивается Растет Организм Офигевает И они сами На себя И на всех Окружающих Тоже И вместо Того Чтобы Допустим Поддерживать Как-то Нормально Относиться Меня Слегка Гнобили Те От кого Этого Не ожидаешь Обвиняли Там Чем-то Вплоть до того Что типа Мама Меня родила Не от того Мужика Что надо Что хотелось бы Бабушке Наверное Я сейчас Что-то такое Лично Открыла И там Возможно Будут Меня обсуждать В комментах Но в принципе Не без этого И Если вам повезло Больше То это максимум Должно занять Самый максимум 10 лет Если вам повезло Не очень Хотя Мне кажется Может И за 3-5 лет Это все Убраться Если вам повезло Не очень Я думаю Да Это 10 лет Если вам Совсем Хреново повезло И вы за Первые 5 лет Неправильной реальности Разучились Говорить нет И решили Что Если вы Общаетесь С человеком Он по какой-то причине Вдруг перестает С вами общаться То это дело Не в человеке Не в том Что он вас использовал В том Что он сам гнилой Не в том Что он про вас Всякую ахинею говорил Даже Если вам кажется Что про вас В смысле Вы узнаете Что этот человек Про вас ахинею говорит И вы радуетесь Вы думаете Нет Надо радоваться Наверное Вот я что-то Такое плохое совершила Что он это говорит И если вы Обвиняете Саму себя Самого себя А не того Человека Не пытаетесь понять Что что-то здесь не так Что это неправильно Что ваш лучший друг Вас вместо того Что поддерживает Предает Подставляет И вообще Всякую хрень творит Высмеивает И стесняется Как одна мадама И только одна Или допустим Что-то просит Что-то вас сделать А когда И вы делаете А когда вы просите Даже просто С вами куда-то пройти И вам выносится мозг То здесь что-то не так Если вы за 5 лет Разучились А говорить нет То да С вами будут Вы будете лелить И при этом Вас будут окружать Такие не совсем Нормальные люди Да Если же вам больше Повезло И вы как-то Выйти Да Вот я хочу Оставить мнение Своё Я помню Сколько Вот уже Даже Я на 4-й год Начала На 5-й год На 5-й год После ДТП Я начала Отстраивать своё мнение Так Вроде как Офигевая Но мне как-то Было обидно Почему Думаю Если меня просят написать Вот ты Была у меня подружка Она просила написать Мне говорят Вот я просила написать Её реферат Меня за монетку Или что-то А я просила Она просила Меня написать И курсовую По библиотечному делу А я её говорю Ну давай хоть за шоколадку Ну как бы Я трачу своё время И у меня так выносился мозг Каких пор ты это делаешь За шоколадку Помню когда В 2007 У меня подруга Тогдашняя зарегила На улицком форуме И я Под ником Правда Как он у меня выглядел Я узнала только через полгода Про этот ник У меня интернета не было Компьютером я была Частично на вы Ну в смысле Просто там Как-то работала Печатала Мне сказали Вот сюда не лазать И ты это не знаешь Я и не лазала Так же как на дефолитнике Через два года Узнала что существует Пиф После двух лет Блогинка И Как бы Я писала там Какие-то темы Ну человек что-то О себе рассказывал И я Его Называлось это Протащить Писала Или В прозе Юморное Что-то такое Или в стихах А еще была такая тема Там Виртуальный киллер У меня был У них Киллеролог Астрология от киллера Как-то так Киллерология В итоге была И люди просили Как-то там Составить гороскоп Наталья карта Еще что-то И у меня подруга Говорит Бери хоть шоколадку Я говорю Давайте за шоколадку И когда у меня другая Та, у которой я Помогала с курсовиком Заявляет Я вообще Все свои реакции Дал Как бы Вот у тебя все Под носом Пиши Соединяй Сама Она мне выдала Такой истерикой С таким наездом Да как ты смеешь С кого-то брать В шоколадке Да ты че С каких пор Ты что-то делаешь Не за так Я думаю Почему именно я Думала долго так Почему именно я Должна делать Что-то за так А все остальные Как бы Вот даже что-то Помочь Да тоже Тоже просто Вместе сходить На выставку Там каких-нибудь Какого-нибудь художника И чуть ли Я не знаю Такого Что я такого Прошу Чтобы мне так Уносился А может Что какая она Глаз Волочь Что-то подобное Если вам не повезло Так же как нет То вы очень долго Будете учиться Говорить нет Я до сих пор Еще сомневаюсь И как-то спрашиваю Как-то частично оправдываюсь Вот сегодня У меня одна девочка Доставала И мальчика Я не знаю Что короче Доставала вконтакте Уже настолько уныло И тупой троллинг Что я вообще не понимаю Может людям Настолько уже делать нечего И не знают Кого докопать Потому что я пишу В овладилку И говорю Можно я ее забаню Мне типа Оксана Да забаню И типа Хрен ли ты на ее время Тратишь И такой момент Что До сих пор Еще какие-то Отголоски Остаются Но Благо У меня есть Очень человек Хороший Мой лучший друг Я считаю Он меня Я раньше думала Что вот ты меня терпишь Что со мной какие-то Если люди со мной Хорошо как-то общаются И при этом Ничего не ждут взамен То значит Они меня тупо терпят Я даже тоже говорила Что мне Типа вот Ты там С кем-то встречался Если найду человека Которого смогу терпеть Вот именно Про терпеть Это было С периода С 16 лет До Не знаю Ну может Может еще года два назад До До 33 Точно У меня сейчас 35 У меня тут кто-то в комментах писал В вашем возрасте Думаю У меня 35 В моем возрасте Думаю Если бы Та девочка Встретила там 85-летнюю бабушку Которая вполне себе Печатает на компе Там Может что-то Даже делает Как бы она Что бы для нее Шок бы был Что типа Люди до До 75 лет Могут даже При этом В разуме И так далее И в общем Как бы Он меня очень поддерживал То бишь Из всех людей Которые Такого типа Программиста Типа Меня поддерживали Посидели Как-то со мной общались По большей части В принципе Только он Потому что Кто-то Общался Извежливости Кто-то Стебался Кто-то Знаете Я ходила на свидания Со мной Общались Меня позвали На свидания Извежливости Три года Меня общали Чтобы я там Запала на человека Извежливости Выносили мне мозги Извежливости А потом Не, ну ты такая милая Хорошая Я вообще ничего не помню Почему я себя так вел Наверное Я себя вел так Потому что я был мудак Потому что И в принципе Есть мудак Короче Благодаря Таким людям И моему другу Таким людям Как мой друг Он пережил Мою паранойю Потому что Вы соответственно Если вас будут Вас будут кидать Вас будут до хрена Кидать В такой период И вы соответственно Будете паранойить Он пережил Мою паранойю Мы пережили Нашу разницу В общении Ну как Вот он привык Общаться Как я Что-то было дико Для меня Что-то было дико Для него Он пережил Мой сленг Мой Иногда Мат Ну В принципе Благодаря ему Я вернулась В то состояние Когда не умела Матюгат Матюгат Я научилась 20 лет Когда пообщалась В одной компании Где мальчики И девочки По большей части Изъяснялись В основном Две трети матры Я когда помню Как они вообще О чем они говорят Как их понимать А потом Я как-то так Вдянула Вообще Если я заметила По себе Если мне что-то Нравится Что-то интересное Пытаюсь Досконально Это изучить Но если По какой-то причине Это мне перестает Быть интересно То оно уже Как-то забывается И Офига себе Я это знала Но иногда Что бывает В голове Так лежит Где-то на полочке В дальнем ящике В общем я помню Тогда очень сильно Материлась Еще до шкурки При этом учила Ты учишься В училище Культуры Чтобы у вас Чтобы у вас был Какой-то Хоть один человек Который вас Поддерживает Вас Понимает Воспринимается Всеми вашими Тараканами Депрессия Параной И тому подобное А потом Будет говорить Вам на ваше Ой извини Вот так вот Было Столько всего Прошло Всякое бывает И В принципе Выйти из этого Состояния Можно только По собственному Желанию Если ты понимаешь Что тебя Что-то окружает Это на резко Что-то менять На резко Менять круг общения Если Тебя окружают Не те люди Ты понимаешь Что они тебя В принципе Юзают И что Даже Ну с кем-то Ты там Пытаешься Встречаться И у тебя Больше слез Чем положительных Эмоций Или вдруг Внезапно Узнаешь Что тебя Выставляют На Смотрите Мама с папой С кем я Теперь встречаюсь Как она вам Хи-хи-хи Правда прикольная Давайте вместе Поржем Короче Если вам Попадаются По жизни Ублюдки Постарайтесь Как-то Отметать От себя Тогда вы Побыстрее Выйдите Из состояния Но у меня Конечно Как бы Хотела Очень долго Мы с бабушкой Жили так Что Было много раз Этих тестов Что он Будет питаться Отдельно Как же За свой счет Да ты не выдержишь И вот Мы снова Жили Мы питались Местиком Снова Отдельно Потом Снова Мести Потом Допустим Она готовила То что Я не хочу Есть Мне по какой-то Причине По желудку По какой-то Моей диете Это нельзя Мне от этого Плохо Бывает А она Обижалась Что я не хочу Есть Ну ее тоже Можно понять Как бы Друг от друга Устали Я хочу Чего-то Такого Хочу Чем-то Заниматься Как бы Ей было Интересно Она радовалась Она гордилась Тем Что я Что-то Перевожу Что-то Делаю Что Она Всем По телефону Тринзичала Что она Такая Умная Что у нас Было Настроено Одной Помогали Учиться Другой Если она Не понимала Помогали Учиться А я До последнего И шла Только Если совсем Ничего Не получается С десятой Попытки С 120 Десятой То я Шла За помощью И то Мне дедушка Единственный Предмет Которые Мне помогали Это было Черчение Потому что У меня Что-то Не получалось Понять Как этот Круг Делать Еще Что-то И то Это уже Было И По большей Части Наверное Там Ну Очень Я к Что-то Было Уже Что у меня Случился Этот Тремор После ДТП Рука Отрешала Что-то Не могла Делать А что-то Было Просто Я изначально Не понимала Это черчение Что и как Что-то Не так Он мне Пару раз Объяснил И все Нормально Пошло И вот Она В принципе Как бы Нормально Ко мне Относилась В своем Роде По-своему Но Все равно Это было Очень Гнетуще Допустим Она накладывает Целую тарелку Картошки Я столько Не могу Съесть А то Мне хватит На дня Три Если Разделить Это А она Подала В скандал Что Я не хочу Что-то Есть Что Что-то Ее Не уважает И т.д. И т.п. В общем Она сам по себе Тяжелый человек Был Если Опустим У вас Ставит вопрос Как Жить бы Отдельно Я помню Я тогда Высказала Как раз Последние дни Жизни Она Типа Что-то Такое Но Она Понимала Потом Извинилась Конечно Что Я вот Там Тебя Замучила И т.д. И т.п. Но Я помню Как я ждала Лето Когда Делаю Чего Хочу Там Смотреть Телек Пьяни Или еще Что-то Подобная Ситуация Но Тут Подобная Ситуация Как бы Уже Не подрос Так Уже В принципе Взрослый Состоявшийся Человек Но Вот Такое Что Даже Подруга Моя Мама Говорила Что Бабушка Моя Бабушка Ее мама Мама Моя мама Ее Как-то Контролировала Потому Что Мы Допустим Вчетвером Мы Как Дети Моя мама С ее Подругой Гуляем И Возошли К ней Домой Она Названивает С домашнего На домашний Типа Ты Лена Где Давай Быстрее Или Мама Начну И Какое-то Время К маме Матриархат Тот Еще И Если Дело Именно Как жить Отдельно Но По какой-то Причине При этом Так Чтобы Не бегать Каждые Десять минут Проверять Еще Момент Был Очень дико Раздражал После ДТП Мне Встречалась Куча Всяких Бабушки Знакомых Знакомых Родственников Черных Кого еще Они все Спрашивали Как бабушка И все Кто спрашивал Как бабушка Они не Удосуживались Ни позвонить Этой бабушке Ни сами Прийти У нее узнать Меня это так Дико Напрягало Думаю Как бабушка Ну а А почему Никто не спрашивает Как я Типа Леля Как ты И вот Было только Два Человека Которые Работали С моей Мамой При одной Я даже Успела Еще Поработать В библиотеке Она была Директором Библиотеки Которая Видимо Уже Нет Луглича Полноценно Так И они Мне Даже Как бы Помогали Сочувствовали Как-то Спрашивали Переживали За меня Поддерживали Было Очень Мало Таких Людей Но Как-то В общем Если у вас Вопрос Стоит Именно Как жить Отдельно И по Какой-то Причине Вы Не Можете Жить Так Чтобы Даже Если бы Я снимала Комна Мне бы Все равно Приходилось Сходи Проверь Сходи Сделай То Сходи Сделай Все Или Даже Когда Она Умерла Первый Год С лишним У меня Даже Родственники Удивлялись И там Близкие Люди Которые Почему Ты Не делаешь Перестановку Как Все Хочется Настолько Вот Этот Прессинг Был Настолько Прессовал Люлю Допустим Было Много Бумаги В стаканчике А тут Так Прессовали Все Плоское Стало Что Я Не могла Осмелиться Что-то Поставить Так Как Мне Хочется Жить Так Как Я Хочу Вот Сейчас Я Живу Так Как Я Хочу Соответственно Вся Это Неправильная Реальность Отвалилась И Помню Мне Года Три Назад Еще Одна Клашка Которую Я Отказала За Бесплатно Ставлю Короче Операционную Систему Допустим Ленус Ноутбук 500 Рублей Все Нормально И Сначала Она Просит Типа Вот Я Хочу Попробовать Эту Систему Я Говорю Вот Так И Так Она Хорошо Я Ставила За Деньги И Тут Спустя Где-то Полтора Названивает Мне Что Я Пообещала Что Ты Поставишь Еще Кому То Получалось Так Что Я Приходила К Ней И Она Ой У меня Еще Компьютер У меня Тут Еще Ноутбук И Я Соответственно По доброте Душевной Думаю Как Я Пришла К Ней В гости Я Обещала Помочь Я Не Могу И Там Отказать Да И Тут Я Понимаю В какой-то Момент Что Она Мет Узает Потому Что Когда Я Просила Со Месяц Ходить Или Что Такое Сделать Или Как Мне Помочь Просто Вместе Что Куда Не Финансово Помочь Или Еще Что То Даже Совет Какой Словесный Там Выносился Мост Типа Сразу Шло Одохновление Я Понимала Что Уже Как Б Человек Когда Осознаешь Его Используют Уже Понимаешь Видимо Годами Это Вырабатывается Что Ждать Дальше И Соответственно Там Многие Пытались Манипулировать С кем То Я Общалась Короче С одним Парнем И Моей Тогдашней Ярославской Подружке Которая Была Квартира В Углич Ярике Очень Хотелось Это Но Видимо Я Не Нравилось Что Я Нравилась Тому Парню Мы С ним Были В Состоянии Тупо Дружба Но У меня Такая Фишка Что Парень Становится Парнем После Того Как Он Занят Лучшим Другом В Принципе Мы Могли Быстричаться В Он Не Курит И Не Пьет Ведет Здорово Жизни Мне Очень Нравится Его Стережение Как Взгляд На Жень Ее Видимо Очень Добивало Что Я Общаюсь Человеком Который Меня Младше Что Нам Интересно Общаться И Она Практически Заставила Меня Типа Ну Она Пытается Меня Напоить Я Я Не Хочу Пить Ну Ладно Глоточек Глоточек Хорошо Она Типа Он Никак Не Среагирует А Если Он Ненормальный Ну Типа Те Которые Типа Не Пьют Они Будут Выносить Мозги Он Конечно Нормально Среагировал И Очень Бесило Что Даже Еще Прошлым Летом Когда Мы С ней Еще Общались Ты Еще С ним Общаешься Как Так По Зодиака Они Одинаковые Близнецы И Тот И Он Переменчивый Как Не Знаю Кто Местами Я Так А Я Тогда Еще Подумала С ним В какой-то Перед Было Сложно Со Мною Тоже Подозреваю Было Нелегко Но Я Тогда Подумала С 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 Даже Момент Что Допустим В С Лишь Только Мне Запретила Писать Комментарик Фотография Вообще Как-то Воешь На каждом Лучше Друзья И Всякую Хинею Делаешь Просто Как Пример Она И Понимаешь Что Человек Тебя Юзает Что Человек Как бы С тобой Не Дружит Что Ты Ему Не Интересен Как Личность Как Твои Хобби Или Еще Что Просто Юзать Что Вот Тут Какая Дура Которую Можно Попользовать И Она Будет Думать Что Это Так Круто Я Однажды Отказала На клашке Мне было Сказано Что Вот Ты Изменилась Я Подруге Помню Питерская Пожаловалась Она Да Ты Стала Неудобная Ты Стала Говорить Нет И Если Вы Начинаете Понимать Что Вы Можете Сказать Нет Значит В принципе Еще Чуть Чуть Вы Сможете Сменить Круг Общения Вы Сможете Изменить Окружение Изменить То Вообще Свою Постепенно Или Может быть Даже Резко Из Этой Неправильной Реальности Я Не знаю Удовлетворила Я Запрос Человека У меня Груша Кстати Можно Ее Даже Съесть Хотя Нет У меня Там Пара Груш И Манго Очищенные В холодильнике Стоят В чашу До Миксера Потом Сделаю Яблоко Добавлю Банан Добавлю Кивы Очищу Яблоко Кстати Тоже Очищу И Сделаю Себе Пюрешечку Вообще Где-то У меня Чаю Наверное Какая-нибудь Конфетка Должна Ой-ой-ой У меня Вообще Где-то Было Два Баунси Может быть Не знаю Я в комнате Оставила Видно Тут Да Вот Тут у меня Конфетки Типа Марса Две штуки Я Короче Надеюсь Что Человек Все-таки Я удовлетворила И желаю Ей Не приходить С негативом И настроем Таким негативным Если я что-то забываю В принципе Можно просто Напомнить Потому что Вот Человек Который А вот Ты забыла Та Ля-ля-ля Это я так никогда Не делаю По-любому Кто-нибудь Да так делает Я тоже Раньше Обижалась Когда меня окружала Неправильная реальность Что человек Которого Я редактировала И он Просила Чем-то Мне помочь И он Мне обещал Это помочь Он стабильно Забывал И мы с ним Даже ругались На какую-то Тему Он мне Там Доказывал Что Типа Нет дружбы Не знаю Как он Так сейчас Считает Или все-таки Сменился Вомнения Есть только Каждый Использовал Другого В целях Там Ты мне Полезна Я полезен Тебе Как-то так На самом деле Когда я понимаю Что В принципе Действительно Можно забыть Даже ему Я что-то Обещала Есть такая фишка Что мы с ним В этом Очень схожи Потому что Я редачила Мебуки В какой-то момент Я тупо забыла Редачить Мебуки Но он сейчас Ее не переводит У него Что-то Другие интересы Может просто Нет Мебуки И редачила Переводы Мейнстори Тоже К игре Магири Это относится К сюжетке И в какой-то момент Тупо забыла И даже просила Его напомнить Мне Ему соответственно Неудобно Мне напомнить Так же Как мне неудобно До сих пор Напоминать Ну По большей части Часто Кстати В неправильной реальности Неудобно Напоминать Хотя И до неправильной реальности Если у вас Подобное воспитание Люблю Тоже неудобно Напоминать Не умею до сих пор Просить о помощи Очень так Как-то мне Неудобно Не умею Как если у меня Кто-то берет В долг Или берет Какую-то вещь И мне долго Не отдает Она мне нужна Я не умею Напомнить Мне так неудобно Напомнить человеку Что он мне должен Хотя На самом Вот сейчас Я должна Человеку Ну Как бы Все нормально Это уже Отговоренная Дата Когда я Этот долг Отдам Неудобно Просить о помощи Неудобно О чем-то Попросить Просто Вообще И Надо Откусить конфетку Ну Она Мяком Костол Видно Конфетку Конфетка Просто Реально Можно Что-то Такое Забыть Я Думала Что Мне Тупо Неинтересно Мне Нравится Редактировать Тем более Твои Переводы Просто Могу Забыть Так что Я думаю Вы точно Так же О чем-нибудь Забывали Но нет Человека Который Никогда Ни разу О чем-то Не забывал Что-то Попросили Такой момент Бывает Что человек Очень сильно Нагружен Загружен И вот Даже Вконтакте Вот мы С ним Общаемся Я что-то Ему Пишу И он Овер Дофига Работает Он прочитал И Забыл Или День Через Три Только Ответил Это Тогда Я писалась Или Что-то Было Какие-то Тверки По себе Знаешь Что Иногда Дофига Загруженный Что-то Делаешь Да Даже Тоже Какой-то Монтаж Кто-то Пишет Я делаю Какой-нибудь Монтаж Да Я Делаю Делаю И Тупо Уже Забываешь Потому Что Как бы Надо Сосредоточиться На Чем-то Оном Если Будешь Думать Об этом И о том Что Где-нибудь Ложенешься Что Я тут На днях Тяпила Последнюю Главу Месть Хамуры И По Рассеянности Не Глянула Что У меня Открыть Не тот Есть Там Было Несколько Вкладок В то Чтобы Страничек И Я Тяплю Что Там Чем-то Говорит Хорошо Типа Спасибо Спасибо Говорит Хамура По тексту Перевода А Я Говорит Ну Не ради Тебя Ж Я Это Делаю А Я Спасибо И Не ради Тебя Ж И Тут Понимаю Что Спасибо На Картинке Говорит Чего Хамура Отвечает Что Не Так Это Другая Картинка Соответственно Злова Тоже Другие На Тему Того Что Когда Пытаешься О чем Не Забыть И Не Можешь Сосредоточиться На Том Чем Надо Так Что Просто Если Я О чем Забыла Я Знаю Что У меня Какие Запросы Есть С весны 2016 Года У меня Где-то Блокнотик Кричут Которым Это Записано Кстати Вспомню Где Он Лежит Ну А Завтра Соберу Собираться Генерально По Любому Его Найду Может Я Знаю Что Он Где-то В Пределах Компьютерного Стала Реет То Просто Не Стесняйтесь Мне Напомнить Ну От Вас Не Убудят Это Одно Дело Когда Снимаешь Ролик Какой-то Допустим Обзор Какой-нибудь Покупки Еды Или Косметики Или Пустой Баночек А тебе Пишет Человек Несмотря Ролик А когда СМР Это Конечно Напрягает Надо Просто Спрашивать Типа Лёля Ты Обещала Записать Такой-то Ролик Просто Напомнить Лёля Я у тебя Как-то Оставляла Запрос А ты Ещё Его Так Не Сделала Типа Могла Это Могут Полнить Допустим На этой Неделе Ну Как-то Так Я Не знаю Без Наезда Просто Как-то Вежливо Вежливость От вас Ничего Не Заберёт Ну Как бы За спрос Денег Не берут Тем Более За Напоминание Так Что Не Стесняйтесь На самом Долго Планировала Тему У меня Какие-то Мысли Были Соответственно Без чая Просто Разговорное Видео Без деды В смысле Не мог Бала Но У меня Как-то Или в какой-то Момент Что-то Случалось Или я Просто Да-да Вот так Сделала Даже Какие-то Там Заметки На полях Оставляла На каких-то Бумажках Но в какой-то Момент Все время Или что-то Отвлекала Или думала Да Вот сделала А потом Куда Эту бумажку Дела А потом Так что Как бы Все мы Людям Что Естественно То Не безотгазно Наверное Будет Очень Длинный Молбак Интересно Камера Услышит Этот звук Сейчас Кто-то Так Шарахнулся Ощущение Будто За Стенкой Мне Кажется Это Или Все-таки Подо мной Наверное Какой-нибудь Подвальчик Есть Там Вроде Как Подо мной Должен Только Мой Подвальчик Но У нас В этой Квартире У Ближних Хозяек Не было Подвальчик Че Че Так Прикольно Но Одно Дело Когда Там Где-то В теплице И Ты Их Вообще Не Видишь Другое Дело Когда Так Прочти Подмосом Видимо Конфетка Не Дается По-моему Погода Разгуливается Сейчас Поеду Выбирать Я Знаю Что Нишки Хлопковые Чуть Ниже Колена Не Помню Как В Одном Магазине Не Знаю Куда Раньше Поехать Сначала Туда Потом ДНС Или Сначала ДНС Потом Туда Просто Уже Пройти Сначала Хотел На Велике А потом Подумала Что Была Такая Погода Думал Как-то Это Может На Автобусе И там Можно Просто Прогуляться Вкусный Чай В общем Спасибо За Компан Спасибо Если Слушали И А Селили До Конца И Всем Хорошего Устроения Пока